Интернационал Крайзис Групп об успехах Эммори Арахмона В Таджикистане бороду можно носить только после получения справки Двуличие режима Арахмона Международная кризисная группа International Crisis Group опубликовала доклад под названием The Rising Risks of Misrule in Таджикистан о политической ситуации в Таджикистане В отчете организации отмечаются следующие аспекты, связанные с президентом Арахмоном и его правлением За 25 лет независимости страна погружена в нищету Уровень коррупции достиг исторического максимума Вся власть сконцентрирована в руках одной семьи Треть населения Таджикистана недоедает А недоедание является основной причиной примерно 1 трети случаев смерти детей Что выше, чем в любой из бывших советских республик Доклад также сообщает, что за последние два года президент Арахмон зачистил политическое пространство От всех групп и личностей, которых он считал потенциальной угрозой для своей власти В стране, помимо президента и его семьи, не осталось никакой другой организованной и функциональной политической силы И на данный момент в повестке доминируют лишь собственные интересы Арахмона Торговцы на протяжении более двух десятилетий перевозят большие объемы наркотиков через афганскую границу Обеспечивая доход сотрудникам службы безопасности, которые в свою очередь поддерживают Арахмона и его внутренний круг Говорится в докладе Трем актерам Каннибадамского музыкально-драматического театра местные власти дали временную справку на ношение бороды Документ разрешает им носить бороду до тех пор, пока на сцене театра идет спектакль «Смерть ростовщика», сообщает радио ЗАДИСа С ссылкой на директора театра Кайра Джона Кадирова 13 октября Справка была выдана после того, как 7 октября актеры были задержаны сотрудниками милиции за ношение бороды В УВД города Каннибадама задержанным заявили, что они должны состоять в специальном учете Узнав, что актерам ношение бороды необходимо для роли в театре, их отпустили домой И пообещали выдать справку, которая позволит гулять по городу с бородой Напомним, что в 2009 году в Таджикистане были установлены нормы бороды для мужчин, работающих учителями Отращивать бороду позволялось преподавателям старше 50 лет, а ее длина не должна была превышать 3 сантиметров Посол Таджикистана в Саудовской Аравии Зарабиддин Касими провел встречи с арабскими бизнесменами, сообщает пресс-служба МИД от 6 октября В частности, встретился с главой холдинговой компании Аль-Мамлака, принцем Аль-Валид Ибн Талал Ибн Абдалязиз Аль-Сауда На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, изучения инвестиционных проектов и пути их реализации, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана Примечательно, что в Саудовской Аравии на государственном уровне принят ваххабистский мазгаб То есть то же самое, что власти Таджикистана называют запрещенным движением Салафия Режим Рахмона приговаривает к длительным срокам заключение каждого приверженца данного исламского течения В итоге получается, что таджикский режим лицемерно обращается за материальной помощью к тем, кого считают экстремистами и чьих единомышленников подвергают жестоким репрессиям Вместе с тем и саудовцы не могут не знать о преследовании салафитов в Таджикистане режимом Рахмона И тем не менее продолжают вести с ним дела и укрепляют отношения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...